И до других тем. Вортовальные подразделения Гомельской области отработали отриманные подчас тренировок навыки на шмат поверховым жилым доме. Умовно потерпелых эвакуировали всеми мягчимыми способами – на специальных носилках, вяроцах и с допомогой автолесвецы. За ходом в учение у повышенной складанности назирали наши корреспонденты. Центр оперативного кирования Гомеля и Гомельского района. Минавито сюда поступает вся информация об возникающих на завышенных ситуациях. Дарай же, как свечить статистика – основные причины пожара, неосторожное обыходжение за огнем и неисправность электропроводки. Тренировки по ликвидации сгорания проводят постоянно, але есть объекты, где вырытывать людей особливо складаны. У першую шаргу – это дамы повышенной поверховости. Таких у Гомеля коля 150. Вся необходимая техника имеется, специально обученные люди имеются и готовы к выполнению всех задач, которые ставятся перед ними. Этот 18-поверховый дом по улице Бородина у эксплуатации увяли совсем недавно, але у некоторых квартирах уже живут новоселы. Учения выротовальников выкликают их неподробный интерес. Урешті убачить такое можно нечасто. Умовно потерпелых вырешили эвакуировать с 7-го поверха. Для практичного замысования отриманных подчас тренировок навыков такой выше не хопить. Некого вынесли на носилках и передали медикам, некого спустили на землю с допомогой специальной амуницией, что, звычайно, выкарастовывается для промыслового альпинизму. Дарэчы, у день выротовальника 19-го студеня Гомельское городское подразделение МНС планую провести показальные выступления, які пройдут на озерах по улице Бородина. По великим рахунку, они станут и ашы одной профилактичной акцией. И напоминам, выротовальная служба прасуя без выходных. В случае пожаров или иных чрезвычайных ситуаций, наши граждане обращаются по всем известным телефонам 101 или 112. В любое время суток по этим телефонам им оказывается квалифицированная помощь диспетчерами центров оперативного управления, которые решают оказать ее практической высылкой сил и средств или консультативным способом. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадио, компания Гомель.